Итак, мы рассмотрели революционную модель данных и теперь хотелось бы на минутку отвлечься и поговорить о том, как же могут быть представлены данные на физическом уровне, о чем говорит их логическая организация и что же такое представление данных для пользователя. Это важные моменты, которые хотелось бы отдельно отметить для того, чтобы потом не было разночтений иначе. Итак, архитектура ANSYSPARC вводит некие специальные принципы построения СУБД, не обязательно, кстати, согласно соответствующей революционной модели, и вводит определенные уровни абстракции для тех, кто с данной СУБД работает. Итак, о чем же здесь речь, да, то есть цель введения этих уровней абстракции, того, чтобы разделить функции тех людей, которые работают с базами данных. В первую очередь хотелось бы отметить важный момент, что зачастую пользователи информационных систем, на основе которых лежат базы данных, не должны и совершенно, может быть, даже определенный момент излишний будет, то, чтобы они имели какую-то информацию о том, каким образом данные организованы, как они хранятся, какие ограничения у них выполняются. Чаще всего реальные пользователи информационных систем должны иметь данные из базы данных в виде некоторых представлений, с которыми они работают. При этом для больших информационных систем характерна ролевая модель, когда пользователи делятся на определенные группы, в каждой группе, называемой ролью, назначается определенный набор функций, и они могут, и пользователи этой роли могут работать с этим набором функций, соответственно, и со своим набором представлений, и не даже иметь какого-либо знания о том, что есть и другие данные в базе данных, и их информационные системы. И одним из требований архитектуры ANSYS PARC является то, что представление данных для пользователя должно быть абстрагировано от физической или логической организации данных. При этом администраторы базы данных должны иметь возможность вносить изменения в схему данных без учета физического хранения данных в системе. О чем здесь речь? То есть администраторы базы данных, те, кто работают на уровне концептуальной модели данных, то есть таблиц, представлений, первичных внешних ключей, атрибутов и так далее, должны иметь возможность свободно менять эту схему, добавлять новые отношения, атрибуты и так далее, без заботы о том, каким образом это, каким изменением это приведет в хранение данных, какие новые файлы при этом должны быть созданы, какие новые внутренние структуры базы данных должны быть реализованы при внесении соответствующих изменений. И при этом еще одна часть абстракции, которая говорит, что некая внутренняя структура базы данных не должна напрямую зависеть от физических аспектов хранения информации. Здесь тоже довольно важный аспект, когда мы говорим о том, что есть некая внутренняя структура базы данных, которая может иметь некие внутренние структуры данных, например, индексы или какие-то подобные другие структуры, она не должна напрямую зависеть от физических аспектов хранения информации, то есть от того, какая файловая система используется, какие настройки, размеры блоков, существуют ли в принципе файловые системы, или может быть она может не существовать в зависимости от чего-то, какая часть базы данных расположена в оперативной памяти, какая нет. Обработка внутренней структуры должна быть абстрагирована от этих понятий. И поэтому архитектура ANSES Park выделяет три уровня абстракции. Первый это внешний уровень, тот уровень, на котором фигурируют пользовательские представления, то есть те наборы данных, те выборки данных и представления данных, с которыми они работают пользователи, так называемые пользователи базы данных, или пользователи информационных систем на основе баз данных. Концептуальный уровень это логическая структура BD. Это то, о чем мы как раз подробно говорили в рамках рассмотрения революционной модели. Это отношения или таблицы, атрибуты, типы данных, ключи, первичные и внешние, другие ограничения целостности, о которых мы тоже говорили. И некий внутренний уровень. Это какие-то аспекты физической реализации. Они могут быть индивидуальны для разных суб-АД. Они всегда являются индивидуальными. При этом иметь некие общие особенности, такие как возможность построения определенных, например, индексных структур, или возможность определенных способов оптимизации данных, такие как шарфы, кластеризация и так далее. И применить на этой архитектуре можно говорить о физической и логической независимости. Логическая независимость понимается, как защищенность внешних схем от изменений, которые вносятся в концептуальную схему. То есть при изменении концептуальной схемы, добавлении каких-то отношений, изменений каких-то атрибутов, должна быть возможность соответствующих изменений пользовательских представлений. Под изменениями мы понимаем то, что они изменяются в соответствии с изменением концептуальной модели, но при этом для пользователя представление данных остается таким же, как и было до изменения концептуальной схемы. А физическая независимость, в свою очередь, говорит о защищенности концептуальной схемы от изменения внутренней схемы данных. То есть если мы какие-то структуры внутри базы данных меняем, например, добавляем индекс, это не должно приводить к изменениям схемы базы данных в рамках понятия схемы набора отношений, с которыми работают администраторы или проектировщик базы данных. Вот такие уровни абстракции вводит архитектуру Antispark. Они важны для того, чтобы понимать, что есть определенные разграничения для разных групп пользователей, которые и для разных групп, так называемых, зон ответственности, в которых существует СУБД. Субтитры создавал DimaTorzok